Сотни детей собрались в ожидании праздника еще с раннего утра. Даже небольшой дождь не смог испортить настроение участникам. Все с нетерпением ждут начала концерта и открытия аттракционов. В Ростове подобная акция проходит впервые. До этого его уже организовывали в нескольких городах России. На самом деле понравилось то, что не только такие игровые, где бегают и тупо что-то бьют и кидают, а есть вот несколько аттракционов, в которых просто дети сидят там, необычные вещи, там силу мысли управляют шариком, какие-то показывают интересные физические законы, то есть то, что не всегда на парках аттракционов. В стране Спортлен собрались только самые энергичные семьи Донской столицы. Ведь праздник в первую очередь физкультурный. Все, что происходит на его территории, связано со спортом. Организаторы провели несколько соревнований в формате настоящей Олимпиады с судьями и наградами. Мы поддерживаем и молодежь, и спорт, и будем делать все для того, чтобы здоровье людей в нашей компании было на самом высоком уровне. Для самых юных дончан работали бассейны с мечами, горки и огромные батуты. Ребята могли попробовать свои силы и в мотокроссе. Самодельные холмы и овраги осилили только самые храбрые малыши. Ваня впервые сел за руль. Немного усилий, и он проехал самый трудный участок трассы без чужой помощи. Мне на этой машине больше всего понравилось. На той огромной машине монстр. И еще мне понравилось на той воздушной горке дракония. Организаторы, кажется, собрали в одном месте всю индустрию развлечений областного центра. Интеллектуальные игры от интерактивно-научного технического музея «Лабораториум». Арсенал вооружения и амуниции от фитбольных клубов. Спортовщество «Локомотив» откомандировало в «Спортленд» лучших тренеров. А Дом культуры железнодорожников – своих артистов и массовиков-затейников. Юлия Карасюк, Дмитрий Андреянов. Главное новости.